привет онлайн урок видео онлайн урок второго урока питон онлайн стенд камп мы уже прошли познакомились получается с первыми командами print input и что такое перемены в питоне как их используют и сегодня мы пройдем с вами условные операторы и лучше сейчас как бы сразу разобраться детальнее как они работают потому что там есть иногда возникают некоторые путаницы вот ну и на следующем уроке будем проходить цикл for и сделаем игру угадай рандомный номер по домашней задаче что у нас было в домашней задаче то есть было у нас три сообщения три переменных сообщения какой сегодня день какой день недели и необходимо было чтобы пользователь ввел некоторые параметры и потом мы собирали эти сообщения в принципе вот он код есть прикреплен можно будет посмотреть был такой один вопрос среди участниц что вот в этом пункте сделали только два варианта вывода и нужно было не знали как сделать третий и вот как раз для третьего вывода это нужно было на самостоятельный разбор как использовать вот этот percentage s ну я покажу сразу тогда percentage s это такая некая маркировка с помощью которой тоже очень удобно выводить некоторые переменные внутри текста например у нас есть какая-то переменная май скор ну пусть будет да там 10 неважно и сообщение что вот я набрал там сколько-то points и суть в том что у нас наша десятка может постоянно меняться сейчас 10 потом 100 как мы выводим при выводе например и я хочу чтобы мне вывела мой текст message ну давайте запустим вот он получается выводит да а escort какой-то percentage s но теперь я хочу указать что вместо вот этого percentage s поставь мне май скор и сейчас я теперь запущу теперь он будет запускать а escort 10 points вот теперь 10 и вот удобно в том что я например могу в одном месте это прописать 1000 1000 теперь запускаю control of 5 и у меня теперь 1000 points вообще когда это тоже удобно а кстати ну тут то же самое что я могу сделать там принт ну чтобы вы не путались я могу взять например вот это сообщение и вставить получается после текста то же самое май май скор вот мы получим такой же ответа 1000 points и где такое может применяться да например это может применяться там например мы чьё-то имя берем там ну там дина да и и сообщение может быть месседж hello dear дина да вот как пишут же письма dear дина dear дина вот он вот это hello и например так так вот например есть name 1 и есть какое-то у нас name 2 там не дина теперь а не знаю хина вот и получается что я не буду 500 раз менять там сообщения но вы когда будете проходить уже сами массивы вы поймете что просто будем подставить запустим control of 5 видите dear dina dear hina получается мы просто будем подставлять вместо вот эту percentage s маркировки пропускать через него там переменные которые нам нужно выводить ну и вот допустим когда письма пишут там просто ну пропускают через вот этот percentage s массивы имен да то есть список имен и прописывается это всего там один раз и но зато как бы удобство использования вот понятно да теперь пойдем дальше ну вот это что вы должны были пройти если для закрепления что было в предыдущей серии по питон напомнить то print это у нас был вывод на экран и по данных какие мы уже с вами прошли это стринговый сокращенный str это значит текстовый тип данных и интеджер числовой тип данных сокращенно int стринг и интеджер это нам нужны были вот сокращенные для конвертации из одного типа в другой тип да мы помним мы прошли переменные данных и например смотрите если у нас есть переменная к зато этом 80 ну допустим проезд 80 тенге если мы хотим посмотреть сколько стоит ну там проезд насколько это больше проезда для пенсионеров то принт к зате сколько тогда будет вот а он у нас будет 80 тенге потому что мы не присвоили здесь значение к зате то есть мы просто от него отняли 40 мы нигде не присвоили и как бы не заменили ячейку данных в нашем почтомате да помните мы проходили вот то есть чтобы закрепить новое значение да нам нужно сделать присваивание к зате равняется к зате минус 40 и тогда у нас теперь к зате будет равен и значение значит обновятся в наши ячейки окей input у нас ввод на экран и мы помним что все что у нас списывается записывается вводится с клавиатуры она будет иметь тип данных текстовый да то есть если например я ввожу 11 после вот это запуска этого этой строчки года то у меня запишется 11 текстовая а это мы хорошо как что с вами усвоили вот можем вводим внутри скобок input а инструкцию по вводу но для того чтобы пользователю было понятно интерактивно что ага нужно ввести какое-то число да и потом он вводит например 20 вот это 20 мы уже с вами говорили она будет текстовая и если мы хотим делать математическую математические манипуляции то нам нужно будет конвертнуть ее в числовой тип да все после того как мы конвертнули обновили нашу ячейку данных на правое значение мы теперь можем из 100 спокойно отнимать x который будет 20 и получим 80 вот картошка по 500 тенге то есть здесь больше наверно про то как показывать данные да то есть если мы вот у нас спрашивают сколько стоит картошка мы потом введем 500 тенге у нас значит а равное 500 будет текстового типа то помните я вам говорила что если текстовый тип у нас работает такое как конкатенейшн да то есть мы можем приплюсовать элементы одного типа именно текстового то есть тогда у нас получится нормально картошка по 500 тенге либо мы можем с вами через запятую вот как здесь записывать элементы и то же самое у нас будет вывод картошка по 500 тенге просто напоминаю вот а то что я на прошлом уроке не акцентировала когда например вот в задачках используется например такое что x равняется x плюс 1 когда такое может быть ну к примеру если вы играли в игру марио и он бежит и собирает грибочки да или он в общем он собирает монетки на точно монетки собирает и каждый раз как он дотрагивается до монетки у него поинты становятся поинт плюс 1 да то есть поинт сравняется поинт плюс 1 и собирается монетка ну ну не знаю обычно это называют неким таким счетчиком и он очень часто используется в алгоритмах и мне кажется поэтому его стали сокращенно писать вот таким образом x плюс равно 1 это то же самое что x равняется и плюс 1 вот чтобы вы не пугались на будущее если такое как бы сочетание увидите вот такой тоже счетчик бывает на умножение но когда например вы умножаете постоянно 2 то тогда она пишется так x умножить равно 2 ну тот же самый принцип вот ну чтобы не удивлялись окей тогда приступим к условным операторам начнем с простого условного оператора и когда у нас есть мы проверяем одно условие например ну какой то условия да если например у нас на улице идет дождь то какие могут быть поиздействия да ну есть много разных вариантов и поэтому давай посмотрим и можешь остаться дома ты можешь взять зонт взять дождевик или возьмешь не зонт не дождевик все равно пойдешь на улицу да их вариаций и решений много ну это же зависит от программиста какое решение будет подбираться вот допустим что у нас есть два числа а и b и попробуем их сравнить а равняется 5 b равняется трем и как как записывается алгоритм условного оператора и ив сначала сначала ставится ив а больше б то есть если а больше б ив всегда пишется с маленькой буквы и после смотрите а и б ставится двоеточие то есть двоеточие это такой сигнал что ага все я определила свое условие и если мое вот это условие верно если оно имеет место быть да то выведем не на экран а больше чем б здесь еще очень важная часть которая в питоне учитывается это вот это отступ отступ intended block по-английски и она с клавиши tab начинается то есть все что у нас будет под после двоеточие и под ив на вот через отступ это все будет исполняться если вот это значение верно но можно попробовать посмотреть попробуйте получается так вот тут проверяем тут должен быть tab окей и запускаем у нас должно быть а больше чем б если это условие неверно да например меньше то она просто не будет запускаться все пусто потому что это не так значит ничего происходить не будет например вот и опять же говорю все что после отступа там хэллоу оно будет запускаться если это верно вот а больше чем б хэллоу опять если а меньше чем б ничего не запускается а если смотрите мы вернем принт на одну на один уровень как бы с ив тогда смотрите он пишется почему он пишется а потому что он вообще никаким образом не относится к вот этому условию поэтому он отдельно эта часть программу уже да а это условие и вот это выводится в случае если условия удовлетворяет вот понятно дальше ну и самая классная штука это что можно многие вещи рассмотреть при помощи блок схем блок схемы рулят как они обозначаются ну я опять я комментировала что я использую вот то что я там в школе проходила это просто удобно это понятно и есть некоторые разные интерпретации но в принципе главное понять суть и как с этим работать например вот начинается программа здесь вводятся какие-то данные входные переменные да там а равняется 5 б равняется 3 дальше идет программа но опять таких код последовательный сверху вниз да условный оператор ну как я помню обозначался ромбиком и описывается да что вот наши условия а больше чем б если мое условие верно да случае что да мы уходим направо если оно неверно уходим налево но и здесь проверяется как бы истинно значение или не истинно это кстати более тип данных тоже истинно или нет он прям так и есть true или false вот если хотите тоже можете почитать об этом побольше он тоже будет встречаться вот то есть если у нас вот этот условие истинно то тогда мы выводим на экран а больше чем б если нет у нас в ходе ничего не прописано и мы просто закрываем и выходим из условного оператора все программа закончена окей понятно да то есть идем сверху если верно то мы идем направо и выводим на экран а больше чем б все и дальше мы выходим до свидания вот окей теперь разберем если у нас например два условных оператора подряд идут да то есть мы проверяем а больше ли чем б или а меньше ли чем б видите то же самое тот тот же синтаксис то есть у нас тут и двоеточие и отступы есть и как это пишется теперь блок схеме теперь блок схеме ну подумайте да там одну секунду блок схеме получается она добавляется также ниже ну то есть то же самое что проходили то есть если все верно то идем направо и в этом случае будет а меньше чем б в чем еще особенность когда мы используем ив и ив подряд да в том что я проверю я вот проверю и это условие да например оно неверно к примеру да и проверю вот это условие и там и в случае если оно верно тогда я да то есть если подряд у меня будут разные я просто все условия проверю это если ив далее какие еще символы существует ну какие мы можем использовать для сравнений ну больше меньше понятно смотрите равно да то есть между ними нет пробела это двойное равно и двойное равно встречается только если мы проверяем какие-то условия то есть пожалуйста не путайте его с присваиванием постоянно встречается вместо присваивания пишут двойное равно или наоборот да это будет ошибкой только в условиях потом вот это наверное может быть для вас новый какой-то знак что восклицательное равно это значит не равно да там например не равен 5 в этом случае что то делать вот меньше или равно знак и больше или равно я думаю это знакомый окей допустим что у нас а равняется одному проверочная это верно да если если к примеру у нас мы проверяем условие равно ли а одному то вывести на экран интересно как вы думаете что мы выведем тогда на экран ну наверное ладно сразу мы проверим да сейчас то есть у нас а равняется одному и если а у нас равняется одному то вывести сейчас hello 1 вот так да hello 2 3 вот он 4 итак запустим у нас все выведутся на экран потому что у нас а равнается одному это верно значит вот эти три запустятся вот это никакого отношения не имеет к условиям поэтому она тоже запустится потом рассмотрим вот этот пример второй если сейчас я попробую интерпретировать вот здесь если а равняется одному да то так hello 1 потом вот так вот вот то есть вот как то так да то он выдаст а он выдаст ошибку видите потому что здесь какой то непонятный отступ и он говорит я не понимаю то есть он сначала проверяет код если какую то ошибку находит он дальше не запускает программу а показывает что у тебя где то ошибка поэтому он только в таком случае бы запустил да хотя здесь вроде бы казалось бы все верно окей что происходит у нас здесь здесь вот так вот так и там вот этот куда то вот сюда ну тоже куда то вот сюда да вот в данном случае тоже будет ошибка потому что он опять находит какие то непонятные отступы вот окей все понятно да это в общем о том что отступы мега важны в питоне и не забываем о них они еще будут появляться и в функциях и в других сочетаниях и командах окей далее далее попробуем попробуем теперь попрактиковаться еще заведем к примеру вот этот код и посмотрим что он выведет такс ну там уже была подсказка но кто думает да посмотрим какие данные он будет кстати здесь такой момент что например если вот бывают такие тут не забывайте тут вводят латиницу а здесь кириллицу то тогда это будет ошибка вообще нужно ну использовать всегда латиницу да потому что ну может быть несовпадение по символам ну и все запускаем тогда и например а ну вот как раз вот он ругается нужно перепроверить латиницу вот все я исправила все у нас получается что срабатывает да то есть он проверяет сейчас опять таки все варианты да и выдает нам а больше чем б да и и вот в этом случае что а больше или равно c а равно c значит вот он тоже нам вывел его окей он прошелся и поэтому и поэтому и поэтому и поэтому и выдал нам все результаты пойдем дальше теперь новое if else получается если на улице идет дождь то я останусь сидеть дома иначе я возьму там зонт да или ну то есть у нас есть альтернатива что либо то я сделаю либо другое да и и это у нас записывается при помощи else как это выглядит это выглядит таким образом то есть вот это у нас для нас уже знакомая структура и у нас добавляется что если а больше чем б то а больше чем б иначе else и здесь у нас тоже идет обращаем внимание на двое точе это значит все значит ну как бы переходим на следующую строку делаем отступ ой делаем отступ и выводим ответ да а меньше или равно б как это выглядит блок схеме то есть то же самое вам знакомо что вот при этом условии если а больше чем б то в случае истины мы пишем а больше чем б а в случае как бы false если это не так иначе то мы пишем а меньше или равно б вот и заканчиваем выходим из вот этого условия окей видим разницу получается с теми вариантами да то есть мы либо вот этот ответ получим либо вот этот ответ получим а в тех вариантах мы все проверяли да что yes окей давайте подумаем что у нас получится в этом случае в этом случае у нас получится что c больше чем b да и c больше почему у нас выдает вот этот else иначе то есть у нас получается что запускается сначала вот этот код а потом запускается вот этот код но вот этот else он получается у нас относится к вот этому оператору он не относится к первому оператору он не отдельно а он относится именно к вот этому оператору и получается что у нас а больше чем c проверяется условие 3 больше ли чем c нет и он ходит на иначе и пишет окей принт c больше все поэтому у нас такой ответ если смотреть блок схеме то получается у нас вот первые и в c больше b проверяется да и вот и наша вторая и таким образом сейчас получается и таким образом выходит так вот желтую возьму что мы идем сверху потом проверяем и в c больше b да показываем вот этот вариант потом приходим на это условие и в a больше c чем c да или нет нет уходим сюда c больше чем c больше просто things и выходим из кода а теперь посмотрим иначе если то есть вот у нас есть опять да если а больше чем b то мы показываем а больше чем b иначе если а меньше чем b показываем а меньше или равно b и у нас есть например else вот да на уроке можно было бы попробовать нарисовать схему и тогда но попробуйте сейчас нажать на паузу и нарисовать эту схему как вы думаете как бы писался иначе если так окей посмотрим теперь тогда как это пишется вот у нас есть например сравнение а больше чем b это уже знакомо и в случае если значение истина мы уходим на а больше чем b вот в случае если мы хотим проверить еще одно условие а меньше чем b да иначе если то у нас опять идет развертление на истину и не истину и в случае если вот это условие у нас имеет место быть тогда мы пишем а меньше чем b а меньше или равно b а вот это а если нет то мы уже пишем if или или там так и не запустились да в итоге закрываем получается сначала это условие а потом закрываем одно большое общее условие ну и в чем фишка вот этого этого этой схемы или вот записи в том что например если вот это значение верно да если это условие верно то мы никогда то мы никогда не придем вот в эту часть то есть все я получается проверила ага верно а больше чем b и я таким образом ушла из программы да в этой в этом случае что да получается что я либо истинно либо не истинно и тоже выходит давайте попробуем попробуйте подумайте какие значения выведет на экран вот этот код учитывая что да вот это условие 5 больше чем 2 оно имеет место быть ну потому что понятно да что цифра 5 больше чем 2 значит вот это условие у нас истинно верно угу попробуйте сейчас поставить на паузу и нарисовать схему и посмотреть какие ответы у нас будут окей так разберем видите у нас сейчас а сейчас прям пройдемся print screen а нет стоп а вот и так у нас получается что значит а равняется 3 б равняется 7 у нас идем да а у нас больше чем б нет мы идем сюда окей иначе если а у нас меньше чем б получается что а равняется 3 и б равняется 7 да меньше мы получается идем вот так вот это мы пишем выводим на экран потом идем дальше и выходим из кода и таким образом что мы досюда даже не доходим не доходим да потому что мы обошли и в чем тогда важность вот в этого момента важность в том что то нужно понимать какое условие для нас главнее вот это или вот это например если бы нам нужно было еще проверить какое-то промежуточное значение да вот это для нас было бы важно так ли оно или нет мы бы поставили его раньше мы поставили его вот здесь а это проверили бы пониже к примеру ну то есть зависит нам тоже от задачи главное что нам не пропустить ну насколько важно пропустить или не пропустить вот это значение если у нас сначала проверяется вот это рассмотрим пример здесь нужно понимать в какой последовательность ставить да какое-то важное то есть по контексту или вот по логике нужно выставлять например у нас температура равна 36 градусов да и нам нужно выдать что если например температура лучше 42 то это очень жарко или если температура больше чем то это жарко и в зависимости от того как мы поставим мы что то заметим либо нет вот например если мы здесь поставим температуру больше чем 30 а здесь поставим температуру больше и 40 Так, и, к примеру, у меня 36 приходит, и я говорю, видите, здесь, например, жарко, а здесь очень жарко. И я, например, говорю, окей, моя температура сейчас 36, прихожу сюда и говорю, ага, моя температура 36, это больше, чем 30? Да, всё, я ушла. Окей, если моя температура, например, равняется 44, то я хочу, чтобы мне вывело, что это очень жарко. Но, видите, я прихожу сюда и мне говорят, T больше, чем 30, да, 44 больше, чем 30, и опять я пойду по этому сценарию, и мне скажут, это жарко, и я уйду. И я не проверю вот это условие. Понимаете? А если я, например, теперь поменяю значение, здесь у меня будет T больше, чем 40, и будет очень жарко. А здесь будет T больше, чем 30, и будет жарко. И теперь у меня вот этот 44 равен, и теперь я подставляю, 44 это очень жарко. Окей, если у меня, например, 36 градусов, да, то я подставляю, 36 градусов больше, чем 40, нет, я прихожу сюда и проверяю его, 36 градусов больше, чем 30, да, значит жарко. Окей? То есть для меня, например, важен вот этот диапазон, что между 36 и 40 у меня жарко, а выше 40 у меня уже очень жарко. Вот, надеюсь, понятно. Дальше. Дальше попробуем написать код, что какие цвета есть во флаге Казахстана. Красный, например, жёлтый и зелёный. Варианты ответов. И, например, если выберут ответ 1, то верно. Жёлтый цвет есть во флаге Казахстана. И он пишет, окей, ваш балл теперь 1. Если, например, какой-то неправильный ввели 1 или 3, отличный от 2, то тогда говорит, нет, пока ваш балл равен 0. Ну, попробуйте написать код. Нажмите на паузу и напишите код. Окей, так, теперь тогда я сейчас попробую написать. Так. То есть, вот мне выдаёт принт. Так, и закрываем. Кстати, вот хорошая привычка постоянно на ходу тестировать, что получилось. А, видите? Вот. Кстати, вот, когда, помните, я говорила, что можно тройными, тройными можно писать сразу несколько строк текста, да? И он будет соблюдать ещё вот эти переходы, интер и так далее. Ну, если совсем много текста. Теперь. Вот наш вопрос. Теперь нам нужно, чтобы пользователь ответил. Давайте называть переменными, понятными словами. Будет у нас answer. Значит, в answer у нас зайдёт всё, что ведёт пользователь в ответе. Вот он ведёт, например, нам. Там 2. И теперь мы пишем условие, что если ответ, который он вёл, равняется. Да, двойное равно. Теперь смотрите, двум. У нас есть вариант, что input – это всё, что мы вводим с клавиатуры. Значит, у нас приходит текстовый вариант. Мы можем сразу вот так текстово обозначить. Либо мы можем перевести, ну и проверять это условие. Давайте вот так сначала попробуем. То print – верно. Верно. Теперь посмотрим. Запускаем. Я говорю 2. Окей, верно. Да, здесь текстовый вариант. Либо мы могли вот сделать конвертацию сразу в integer.def, числовой тип. И тогда здесь бы мы проверяли тоже числовой. Да, сейчас проверим. 2. Верно. Всё. Так, ну и теперь он должен посчитать наш балл. Допустим, в самом начале программы мы запишем, что у нас есть некий… А давайте потом. Окей. То есть у меня есть какой-то некий score, который я хочу увеличивать в тот момент, когда я правильно отвечаю. Таким образом, у меня score тоже будет на одном уровне с принтом верно. Скор равняется score плюс 1. Да, то есть у меня добавляется 1 балл. Ну вот теперь смотрите вопрос. Если мы запустим 2. Он мне говорит, что name score is not defined. А это потому, что, например, я начинаю вот это действие, да, я плюсую 1 непонятно к чему. У меня вот этой перемены до этого нигде не существовало, нигде не обозначалось, ничего я к ней не присваивала. Поэтому у меня сейчас выдаёт ошибку not defined. Поэтому мне нужно в самом начале программы присвоить ей значение, например, 0. Да, то есть мы начинаем с нуля. Ну и в конце я могу вывести, что в самом конце уже, что ваш балл, ваш там балл, ваш, ваш балл. И вот давайте percentage s использовать. Столько-то, столько-то. Окей. И потом, помним, мы делаем ещё раз percentage, и я пишу score. Теперь смотрим. 2. Всё, ваш балл 1. Супер. Всё получилось. Понятно, да? То есть вот это, получается, у меня уже финальный вариант относится ко всей программе. Здесь мы используем счётчик. Теперь смотрите. Ответ отличный от 2. То есть мы тогда можем что использовать? Мы можем использовать else. То есть иначе любые другие ответы, которые ты там будешь помимо двух, для них выводить, например, нет пока. Нет пока-пока. Вот. И в этом случае у нас тогда score считаться не будет. Смотрим. Давайте я выберу 3. Всё. Ваш балл 0. Пока-пока. Окей. Вот. Ещё раз посмотрите на код. Если будут вопросы, пишите в direct. Ну, здесь на самом деле можно было ещё писать, к примеру, там, опять, если answer равняется, там, да, если answer равняется... Если answer равняется 3, то тогда нет пока-пока. В принципе, тоже так можно, но просто иначе он... Просто иначе там всё помимо двух. Ну, в этом случае удобно получается иначе использовать. Угу. Вот. Поэтому оставляем его. Окей. Пойдём дальше. Давайте решим программу. Помните, достаем... Помните, мы отдельно сохраняли файл конвертации из Цельсиса в Фаренгейт, из Фаренгейта в Цельсий. Теперь её достаем и мы доводим её до такого результата. Нам сначала предлагают... Выберите один, если хотите конвертировать в Цельсию в Фаренгейт. Выберите два, если хотите конвертировать в Фаренгейт в Цельсию. И мой выбор, например, пользователь делает, какую конвертацию он хочет использовать, один или два. Потом ему выдаётся. Ага, значит, он хочет вторую. Значит, мы пишем конвертацию из Фаренгейта в Цельсию. Введите значение. Ну, и это уже то, что было в нашем коде прописано. Получается, если он выбирает что-то помимо одного или двух, то у него будет выдаваться, что ты можешь выбрать либо один, либо два. Вот здесь как бы примеры. Попробуйте сами сделать. Нажмите на паузу и попробуйте. Окей, вот была... Так. Вот была наша программа с конвертацией. И мы её запускали. И вот она сначала нам значение в Цельсиях там 31, 87 и переводила 87 в 31. Да? Теперь нам нужно решить вот эту задачку. Да, вот у меня подготовлены вопросы. То есть, выберите 1, если хотите конвертировать, да, в Цельсию, Фаренгейт, выберите 2. И теперь мы, получается, говорим, окей, if... Смотрите, можно закомментировать часть. Вот этот интерпринт нам не нужен. Можем закомментировать часть, чтобы она нам пока не мешала для теста. И, например, if у нас получается... А, теперь он должен answer сделать, равняется, да, integer input, integer input выбор, к примеру. Integer input выбор. Двоеточек. И теперь, если answer у нас равен, например, 1, то мы делаем вот эту конвертацию. Да? И сейчас мы будем проверять. Ctrl F5. Все, вот эту конвертацию норм он делает. Все, показал. А если он... Так, если он выберет у нас answer 2, и здесь лучше сделать... Окей, если он выберет 2, то так же получается... Да, не забываем вот эти убрать. Посмотрим. Так, теперь я второй хочу выбрать. Да, теперь с Фаренгейта 87, 31. И можем сделать else. Все остальное мы говорим о... Так, в случае, если D, ты можешь выбрать либо 1, либо 2. Принт. Принт. Три. Вот. Ты можешь выбрать только 1, либо 1, либо 2. Здесь можно было сделать иначе если. Иначе если мы хотим 2, то вот так и к нему else. Тоже получится, да? Первый, так, второй, к примеру. Фаренгейт 30, так, 8,7. Норм. И вот прям этот, не стесняемся тестировать. С тестированием приходит понимание. И вот первый, да? 31, 8,7. Да, то же самое. Просто здесь, как бы, опять-таки, мы подбираем тот, который наиболее удобен в этих задачах. Эти два, ну, вообще подходят. Подходит. То есть, либо этот, если не этот, иначе уходим, да? Иначе если проверяем вот этот, и в случае, если и этот не подходит, то все остальное мы уже говорим. Ну, все, ты можешь выбрать либо это, либо это. Окей? А в случае, если вот этот верен, то мы сразу его проверяем. Вот, как домашнее задание нужно будет сделать квиз наподобие вот этой задачи с красным и желтым. Только здесь хочется, чтобы было в итоге в конце написано, например, там 4-5 вопросов, можно любых. И в одном ответе, в вопросе нужно, чтобы было 2-3 варианта ответа. И congratulations, поздравляю вас, там 2 правильных ответа из 4, где 2 и 4, это обе динамические переменные. Окей. Ну вот, если будут вопросы, пишите в Direct. Продолжение следует...